Международные новости русской службы Би-Би-Си. Меня зовут Олег Антоненко и сегодня в выпуске. Дипломатический хаос. Дело китайского диссидента Ченьгу Анчена поставил руководителей США в неловкое положение. Когда главное не только участие, но и победа. В британской столице выбирать мэра незадолго до начала Олимпиады. Есть идеи, есть Икеа. А были ли у Икеи плохие идеи? Шведская компания расследует сообщение о том, что мебель, приобретавшаяся ею на заводах ГДР, делали политзаключенные. Слепой диссидент Ченьгу Анчен подтвердил Би-Би-Си, что хочет покинуть Китай, так как считает, что китайские власти нарушили соглашение с американцами по поводу его будущего. Он опасается за свою безопасность и безопасность членов своей семьи. Между тем, пол США в Китае Гэри Лок сказал, что Чень, бежавший из-под домашнего ареста и скрывавшийся на территории американского посольства в Пекине, покинул депмиссию добровольно. И американцы не оказывали на него никакого давления. Чень Гуанчен, слепой китайский диссидент, несколько дней скрывавшийся в американском посольстве в Пекине и покинувший его 2 мая, попросил политическое убежище в США. Своё прошение он мотивировал возможной опасности для жизни его семьи на родине. В интервью Би-Би-Си Чень заявил, что не может встретиться с американскими посольскими работниками и полагает, что им не позволяют контактировать с ним. В Китае в Китае проходят двухдневные американско-китайские переговоры, в которых со стороны США принимает участие госсекретарь Хиллари Клинтон и министр финансов Тим Ти Гейтнер. Клинтон, ранее публично выступавший в его поддержку, в ходе этого визита пока не говорила о диссиденте напрямую. Она ограничилась заявлением о том, что правительства должны уважать устремления своих граждан. Представители американского госдепартамента заявили, что во время пребывания Ченя на территории посольства вопрос о политическом убежище не поднимался. И это желание, о котором дипломатам известно, появилось у него уже за пределами дипмиссии. Чень подчеркивает, что именно угрозы в адрес членов его семьи со стороны китайских служб вынудили его покинуть американское посольство. Американские же дипломаты заявляют, что им ничего не известно о подобных посланиях, и они не заставляли Ченя выехать из посольства. Диссидент, получивший в Китае известность разоблачением случаев стерилизации женщин в провинции Шандунь, провел последние почти два года под домашним арестом без приговора суда. Он также добавил, что в посольстве США его побуждали покинуть его территорию, что расходится со словами дипломатов. «Я очень расстроен действиями американского правительства», – заявил он в одном из интервью. Вы смотрите новости русской службы BBC. Меня зовут Олег Антоненко. И далее коротко о других главных событиях дня. В городе Алеппо на северо-западе Сирии как минимум четыре студента были убиты сотрудниками служб безопасности. Как сообщают сирийские антиправительственные активисты, в общежитии были арестованы около 200 студентов. Сообщается о том, что в четверг неподалеку от общежития состоялась акция протестов против действий сил безопасности. В Аргентине почтили память погибших при затоплении 30 лет назад моряков крейсера «Генерал Бельграна». В результате затопления корабля британской подлодкой погибли 323 члена экипажа. Этот эпизод стал самым трагическим за три месяца конфликта между Британией и Аргентиной из-за Фолклендских островов. Знаменитая картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка была продана на аукционе «Сотбис» за 120 миллионов долларов. Этот шедевр экспрессионизма был написан по стилю в 1895 году. Он является одной из четырех версий «Крика», созданных Мунком в конце 19-го – начале 20-го века. Имя нового обладателя работы не разглашается. Сегодня проходят местные выборы в Англии и Шотландии и Уэльсе. Также в трех городах Британии, включая Лондон, выбирают мэра. За кресло городского головы сражается нынешний мэр, консерватор Борис Джонсон, а также его предшественник, либорист Кен Ливингстон. Также на это место претендует пять других кандидатов. Вот сейчас именно всех претендентов вы можете видеть на своих экранах. Кроме того, в десяти крупнейших английских городах проходит референдум, на котором решается вопрос о введении прямых выборов мэра. Об особенностях выборов мэра в британской столице до начала программы я говорил с моим коллегой Марком Григорианом. Одна из особенностей в том, что пост мэра введен сравнительно недавно, в 2000 году. То есть можно сказать, что явно позднее, чем пост московского мэра был введен. Кроме того, до этого решение принимала Лондонская ассамблея, и сейчас вот это вот коллективное принятие решений возложено на одного человека, на мэра. Но есть и другая очень важная особенность. Она в том, что в бюллетене для голосования вы не просто ставите крестик или птичку против того кандидата, которого вы хотели бы выбрать. А есть как бы два выбора. Кто ваш первый выбор, вы вот ставите этот самый крестик, и вы отмечаете два крестика против имени тех кандидатов, которые являются вашим вторым выбором. То есть против тех кандидатов, которые как бы вот на втором месте для вас. И дальше уже при подсчете голосов сначала определяется по первому показателю, кто может быть победителем выбора. И если он не набирает 50% голосов, тогда только обращается ко второму показателю. И тут уже дальше вот второй показатель может стать решающим. Действительно, система очень сильно отличается от той, которая работает в России. Но помимо отличий есть и некое сходство, например, что нужно, что нельзя говорить и делать во время голосования, собственно, всего. Ну да, конечно. Сходство в том, что нельзя в день голосования давать какие-либо данные опроса в население. Нельзя говорить о том, кто может победить на выборах. Поэтому мы об этом и не говорим. И будем говорить об этом завтра. Но есть еще и некоторые отличия. Например, разрешается некоторая агитация. Вот если вы не раздаете листовок или брошюрок, то вы можете подойти к человеку на улице и сказать, вот иди и голосуй за такую-то партию. И это не будет считаться противозаконным. Это даже можно делать прямо перед входом на выборные участки. Я беседовал с Марком Григорианом. Икеа проводит расследование данных о том, что мебель для этой компании на заводах ГДР делали политзаключенные. Такие данные были получены в результате расследования, проведенного шведскими журналистами. Известно, что в 70-е и 80-е годы прошлого века Икеа действительно изготавливала мебель на фабриках ГДР. Это архивы Штази, бывшей тайной полиции ГДР. И по утверждению шведской телерадиокорпорации СВТ, именно здесь были обнаружены документы, которые могут поставить компанию Икеа в крайне неловкое положение. Документы якобы свидетельствуют о том, что в 70-е и 80-е годы прошлого века компания использовала принудительный труд заключенных в тюрьмах Восточной Германии для производства мебели. Причем мебель делали и политзаключенные. Мы считали, что все заключенные – преступники, совершившие уголовные преступления и нарушившие закон. Но в то время в тюрьмах были и заключенные, которых сегодня мы назвали бы политическими. Но сидели они все вместе. До падения Берлинской стены компания Икеа покупала часть мебели у фабрик в Восточной Германии. Эти люди работали менеджерами на фабрике в Алдхайме. И по их словам, часть мебели, которая сегодня продается в Икеа, похожа по дизайну на продукцию их фабрики. Компания Икеа заявляет, что проведет свое расследование. Мы получили эту информацию в начале прошлой осени и начали расследование, чтобы восстановить полную картину и получить более широкий доступ к информации. Для этого мы каждый раз запрашиваем доступ к архивам штази, а затем беседуем с людьми. Многих достаточно непросто найти, поскольку они давно ушли на пенсию. Нам нужно еще пару месяцев. И если действительно обвинения имеют под собой основания, это очень печально и совершенно неприемлемо. Это не первый раз, когда работа Икеа в ГДР становится предметом пристального внимания. И для компании, которая позиционирует себя как безупречный производитель товаров для дома, готовящийся документальный фильм, может стать весьма неприятным событием. И в завершении выпуска я хотел бы обратить ваше внимание на удивительную фотогалерею на нашем сайте bbc-russian.com. В ней собраны лучшие фотографии флоры и фауны 2012 года по версии Немецкого общества фотографов природы. Конкурс проводится ежегодно, и в этом году было представлено более трех тысяч работ. Некоторые из них, которые вы сейчас видите на своих экранах, можно без сомнения назвать шедеврами. Все подробности на сайте bbc-russian.com.